здравствуйте вы смотрите программу диалога тема нашего сегодняшнего эфира банкротства казалось бы об этом много говорят то есть какая-то информация тем не менее все-таки остаются особые моменты о которых учиться поговорить особо и сегодня мы постараемся раскрыть те нюансы которые наверное не всегда услышишь в открытом доступе в роли эксперты у нас в этой студии плеханова валерия арбитажный управляющий член ассоциации эмсро ау здравствуйте здравствуйте ну наверное начнем с самой процедуры банкротства то есть если мы говорим не только о физических лицах но и о юридических первую очередь потому что там собственно говоря и это особая специфика вот несколько слов да конечно действительно специфика особенная как у юридических лиц так у физических лиц то что особенное вообще да и последнее время стало часто встречаться в практике это конечно же банкротство умерших граждан потому что очень многие да они знают о том что вступая в наследство наследники также от наследодателю наследуют и долги и очень многие люди отказываются от наследства да и возникает иной просто она иной раз такая проблематика что например есть в квартире дольщики до которые не вступили в наследство да и кредитор подал на процедуру банкротства умершего должника но при этом эта доля уже соответственно становится конкурсной массой очень многие люди об этом не знают и сталкиваются с тем что к ним подселяют кого-то другого возникает там банкротные дела и так далее тому подобное вот это одна из таких прям ярких историй и которая встречается сейчас практике все чаще и чаще а вот много раз я уже слышу тем термин конкурсная масса вот что это расшифруйте пожалуйста конкурсная масса это то имущество должника которое подлежит реализации с банкротных торгов управляющие выявляет то есть мы что вообще в принципе да арбитражный управляющий должен действовать в интересах кредиторов в интересах общества и в интересах должника да и соответственно мы уже да как скажем такой регулирующий орган да между должником между кредиторами между государством и выявляем имущество которое есть да делая соответственно соответствующие запросы до уполномоченные органы и таким образом смотрим что мы можем продавать да что у нас не подпадает под иммунитет от гражданского законодательства и мы уже соответственно это реализовываем и денежные средства распределяем между кредиторами сама процедура банкротства там существует какой-то единый алгоритм либо каждый случай индивидуальный на самом деле есть скажем так несколько наверное подгрупп да где может быть что-то да по одной схеме идти где-то может быть по другое бывают действительно индивидуальные случаи когда уже и кредиторы обращаются да на процедуру банкротства должника и когда например у должника есть какое-то имущество это одна категория до граждан есть граждане которые недобросовестно подходят процедуре банкротства из граждане которые отчуждали имущество да но не знали что они там через там три года например пойдут на процедуру банкротства конечно это все оспаривается Сделки спариваются в арбитражном судебном к процедуре банкротства И он возвращается в конкурсную массу Я слышал такую версию, что процедура физических лиц проходит быстрее Всем нам хочется избавиться от долгов быстро И чтобы это произошло как-то безболезненно Что касается юридических лиц, это дольше происходит? Конечно, банкротство юридических лиц может пройти и за два года Может длиться и пять лет И по закону управляющий до завершения всех действий Необходимых по закону о банкротстве Предусматривающих отчуждение, переоформление имущества Тогда мы можем каждый раз продлеваться То есть мы продлеваемся по закону на шесть месяцев А там уже на усмотрение суда кто-то может на три месяца продлить Кто-то на четыре, кто-то продлевает сразу на шесть Чтобы не касаться всей этой истории Поэтому в банкротство юридического лица можно уйти очень надолго Плюс есть субсидиарная ответственность Которая возлагается на контролирующего должника лиц Это главный бухгалтер, может быть также директор Главный директор, учредители И те, кто он продлится как полномочный орган Прописан в уставе Вот смотрите, а вот для человека Если мы говорим о юридических лицах То в большинстве своем они в той или иной степени профессионалы И понимаем эту терминологию Для тех, кто впервые обращается Какие основные базовые моменты нужно знать Приступая к первоначальному этапу В банкротство юридических лицах Самое основное, что нужно понимать Это конечно в первую очередь понимать директорам Людям, которые номинально могут быть в этой выписке Числиться генеральным директором или директором О том, что сейчас уже кредиторы зажимают конкретно Они могут подавать на субсидиарную ответственность Субсидиарка не списывается Это долг на всю жизнь Также риск есть того, что распоряжение субсидиарной ответственностью Может быть через продажу третьим лицам Это коллекторы Коллекторы, которые будут кошмарить должника всю жизнь Этого директора несчастного Удержать у него деньги с пенсии и так далее И самый лучший вариант из этой всей ситуации Это выкупить свою субсидиарку То есть идти именно к тому и готовиться к этой процедуре Если директор понимает о том, что сейчас его организация Не справляется с долгами, своими обязательствами Кредитными, займами или договорами поставки То он обязан просто податься в течение одного месяца На процедур банкротства То есть как только у него возникли признаки неплатежеспособности Коммуналка, какие-то там разрывы по зарплате, бюджет Не хватает, что-то еще А уже должен обращаться на процедуру банкротства В этом случае, конечно, нужно делать анализ правовой Очень глубокий, очень полный С юристами, с профессиональными юристами Которые будут смотреть аудиторы Бухгалтерскую отчетность Как избежать вообще этого Как подготовиться к тому, чтобы, скажем так, у кредиторов не было шансов защитить себя Именно не взыскать эту субсидиарку Ну и, конечно же, если все-таки так получилось И человек просто пошел на банкротство Не учел определенные моменты А уже, да, идти по механизму Выкупает субсидиарные ответственности С торгов Чтобы исполнительный лист был у человека И что он сам на себя его не будет являть Вот как-то так А вот вообще есть такое понятие Арбитражный управляющий Когда взаимодействует с юридическими лицами Он принимает в чью-то сторону? Нам, конечно же, сторону принимать нельзя И мы должны быть независимы, как суд То есть мы заходим, да, мы ищем Мы знаем права должника Мы знаем права кредиторов И мы должны четко быть таким регулирующим органом Между кредиторами и между должником Потому что, конечно, и нападки со стороны кредиторов могут быть И должники, бывает, себя ведут очень недобросовестно Есть директора, которые вообще не выходят на связь Есть директора, которые пропадают Выписываются в неизвестном направлении Которых просто невозможно найти И одна из таких проблем, кстати говоря, да К слову, субсидиарной ответственности Это то же, что директора просто пропадают, да То есть ты попадаешь на розыск, тебе приходят отказ Ты делаешь запрос там в полномоченные органы Там его просто нигде нету, да Соответственно, это просто неисполнимый судебный акт Ну вот смотрите, пропадают директора Это вот один момент Вот есть такое понятие, что касается списания долгов У физических лиц Сталкиваются такие моменты, ситуации Когда проявляется элемент какого-то мошенничества Человек берет там кредит сознательно, чтобы его потом не отдавать Обращаться в процессу банкротства С юридическими лицами есть какие-то похожие моменты? Случаются? Конечно, такое тоже бывает и с юридическими лицами Но здесь все-таки вот этот механизм субсидиарной ответственности Если уже изначально в директора ревелся недобросовестно Это такой, скажем так, инструмент взыскания И возвращения вот этих денежных средств в конкурсную массу Но опять же, наличие исполнительного листа Не гарантирует получение денежных средств Конечная все-таки цель Это получение каких-то финансов Уже обратно себе Которых там мы взяли и отдали И там у кредиторов есть цель именно получить деньги На наличие исполнительного листа Даже на ту же субсидиарную ответственность Конечно же, не гарантирует то, что сейчас директор придет И скажет, ну, конечно, давайте все отдам А вот есть какая-то ответственность У орбитажного управляющего, в котором идет процедура? У управляющего, конечно, есть ответственность Мы страхуем свою ответственность, да, договором страхования Также есть и дополнительный договор страхования Более того, с нас могут кредиторы взыскивать убытки Ну, к примеру, ну, вот и самый такой простой пример Мы могли продать имущество, там, например, за 100 тысяч рублей Да, продали его, там, за, там, 70 тысяч рублей И на 30 тысяч, если, например, там, выявляются какие-то нарушения В плане сроков, да, публикации, там, договора заключения с покупателем То мы уже можем, конечно же, здесь от кредиторов получить какую-то жалобу, да Или заявление на взыскание убытков с управляющим Все ли орбитажные управляющие, вот, к кому обращаются юридические лица Или физлица, являются настоящими профессионалами И могут оказать действительно качественную конструктивную помощь? Либо бывают какие-то нюансы? Ой, бывают нюансы По закону могут к арбитражному управляющему Потребляться дополнительные требования Это также вопрос разрешается на процедуре На процедуре, извиняюсь, на конкурсном На собрании кредиторов, да Уже собрание определяет, нужны ли какие-то дополнительные, да Критерии, необходимые, да, для выбора арбитражного управляющего Например, там, банкротство застройщиков, это одна история Банкротство банков, это тоже другая история Там совсем другие управляющие у них и другие, скажем так Другая практика, да, нужна вот именно определенная в этой отрасли На самом деле по добросовестности Банкротство это действительно какая-то уже такая, скажем так, отрасль юриспруденции Которая трубит из каждого чайника, да, и, конечно, здесь не без добросовенности Не без добросовенности Очень много таких процедур тоже я встречаю, где есть должник Да, и уже несколько было управляющих, которые просто отказываются Потому что, конечно, кто-то не хочет и за депозит там 25 тысяч рублей по закону работать А кто-то просто не хочет в силу того, что за всех можно получить убытки те же Я не случайно задал этот вопрос, говоря о практике, хотелось бы несколько моментов узнать у вас Как вы давно в этой деятельности и вот как вот, может, развиваетесь, как-то вот совершенствуетесь, что происходит? Ну, банкротство я уже больше пяти лет, да, была и юристом, и сопровождающим юристом И юридических лиц, и физических лиц, и крестьянско-пермерческих хозяйств туда вела И также отработали от кредитора, стороны кредитора, да, и стороны должника Опыт очень интересный, скажем так, да Опыт интересный, я так полагаю, уже немалый Ну да, немалый, разное, да, бывает в работе В случае с юридическими лицами, конечно, это все индивидуально Вот я слышал, что вот сейчас будет новый проект «Банкротный клуб» Вот несколько слов об этом, о чем идет речь? Банкротный клуб – это очень новое, скажем так, направление, да, у нас в нашей области, в нашем городе Я думаю, что этот проект будет по всей России очень перспективный В рамках «Банкротного клуба», да, будет обсуждаться очень много тем Взаимодействий между разными арбитражными управляющими, полномоченными органами, банками Где будет обсуждаться, да, темы, которые на сегодняшний день являются самыми актуальными, да Когда, например, есть единая там практика или там еще что-то, да То есть это очень такой интересный проект, в котором я тоже буду принимать участие Правильно ли я понимаю, те, кто обращается в «Банкротный клуб», у них есть какие-то дополнительные преимущества Потому что там вот будет как раз вот такое вот коллегальное решение специалистов Да, конечно, первое – это качество, конечно, да Плюс то, что это профессионалы, действительно проверенные арбитражные управляющие юристы Которые доведут процедуру до конца То есть человеку дадут определение о том, что гражданину, да, что у него списаны долги И в связи с юридической историей тоже, да, дадут определение о завершении процедур конкурсного производства Более того, действительно, уже очень много, скажем так, моих коллег, да, с кем я уже знаю Что это ребята действительно профессионалы своего дела Которые уже давно на рынке Поэтому это очень интересный проект, да, в котором, я думаю, что очень будет интересно принять участие Скажите, вот за эти пять лет, да, вот мы говорим, вот как это сейчас развивается, да, вот процедура банкротства Она, вот я вижу, потому что большая конкуренция на этом рынке Вот, и вы сталкиваетесь с этим, да, вот в этом конкурирующем И вот как человек, который обращается, понять, что именно тот специалист, которому поможет Да, конкуренция действительно очень большая И, как правило, в консалтинге, да, сталкиваешься с тем, что приходит человек, который был уже в десяти фирмах И вот везде в десяти разных фирмах ему сказали разное Кто-то консультирует, будет добросовестно, кто-то консультирует, скажем так, да, не совсем по закону Не предупреждает о каких-то последствиях процедуры банкротства А вот есть какая-то динамика, вот когда стали люди обращаться чаще, вот за последнее время Да, конечно, в этом году, по сравнению с предыдущим годом, апрель, марта Уже заявление на процедуру списания долгов от физических лиц в два раза стало больше Я бы хотел сейчас вернуться к началу нашей беседы, потому что мы немного проговорили Вот банкротство умершего, вот чуть-чуть давайте, то есть немножко расшифруем То есть, ну как вот я понимаю, да, может, потому что это непрофессионально Один из членов семьи умер, то есть оформляется процедур банкротства на умершего? Да, да, все верно А там какое отличие эксклюзивное, в чем заключается? А эксклюзивность этой процедуры заключается в том, что если, первое, да, что по обязательствам Родственники несут ответственность только тем имуществом, которое было оформлено на умершего, это раз, да И только по его долгам, то есть, если, например, у наследников есть свои кредиты и свое имущество То, конечно, это не включается в конкурсную массу по банкротству умершего Также, да, вот такой очень интересный момент, что есть у нас две процедуры Я немножко глубоко зайду В банкротстве физических лиц есть две процедуры Процедура реструктуризации долгов, да, и процедура реализации имущества То реструктуризация долгов у нас вводится как первая процедура, но в случае с банкротством умершего Скажем так, восстановить его платежеспособность уже невозможно Поэтому вводится сразу процедура реализации имущества Если же, например, у нас должник умер в процессе процедуры банкротства И, например, у него сейчас идет процедура реструктуризации долгов То или нотариус, или арбитражный управляющий должны обратиться в суд с ходатайством Да, признание должника банкротом и введение процедуры реализации имущества Если вернуться к юридическим лицам, какой должен быть первый шаг для обращения к этой процедуре? Самый первый шаг для обращения к процедуре, это, конечно, нужно обратиться к компетентному юристу Да, дать ему свои договора, свою бухгалтерскую отчетность И уже посмотреть, да, какие есть риски в данной процедуре Чтобы не рискнуть и своим имуществом, и, конечно же, не получить спсидиарную ответственность Это самые обязательные, важные факторы, которые нужно соблюдать директорам и контролирующим должника лицам Мы сейчас говорим только о Самарской области То есть и взаимодействовать то, что происходит внутри нашего пространства Вот чтобы не было повторных моментов, да, вот человек обратился То есть может ли он на каком-то этапе закончить процедуру Либо если механизм запущен, он будет завершен до конца Если механизм запущен, скажем так, есть некоторые инструменты, позволяющие выйти с процедуры Например, погашение долга через третье лицо То есть это когда кто-то из наших родственников, знакомых гасит за нас долг Но тут есть определенные критерии То, что реестр требований кредиторов на момент удовлетворения данного заявления судом Должен быть полностью сформирован И третье лицо может погасить только весь реестр требований кредиторов То есть если сумма, конечно же, там, большая, там, 5, 10, 15 миллионов Соответственно, нужно обладать этими ресурсами, чтобы единовременно покрыть данные расходы Да, плюс расходы на процедуру банкротства И уже в этом случае управляющий после оплаты всех долгов Обращается уже, там, соответственно, с соответствующим заявлением в суд О завершении процедуры банкротства Также можно, конечно же, перекупить долг у банка Да, и отказаться, например, от заявлений Но это такая история, которая не всегда работает Вот основные инструменты Когда обращается к орбитажным управляющим То есть, ну, читают отзывы, да? То есть, вот, какая-то обратная связь существует Вот, например, мы захотим узнать о Лихановой Марии Как об орбитажном управляющем То есть, и там есть информация об этом человеке Где эта информация? Информацию можно найти, да, на Федресурсе на официальном Посмотреть, да, на Росреестре Также можно скачать информацию по поводу фамилии, да Когда был управляющий включен в реестр Можно в картотеке посмотреть, да, какие дела были завершены Это основные наши инструменты Это также, конечно, есть личный бренд у некоторых арбитражников, да Кто, там, раскачивает свое имя и так далее Но потом можно найти в Инстаграме, да Кого-то сейчас активно идет реклама уже под именем себя Как управляющего арбитражного Поэтому вот там же и отзывы можно посмотреть Ну вот я заметил, что вот сейчас, говоря о рекламе таких услуг Разные используют способы Кто-то приглашает федеральных звезд для этого Вот необходима ли эта популяризация, на ваш взгляд Либо достаточно вот именно такого профессионального контента Популяризация в случае, скажем так, данной истории О том, что у нас очень много конкурентных фирм Я думаю, что она очень важна и нужна Потому что на одном контенте, скажем так, не всегда можно выплатить Потому что это достаточно затратно И не всегда, скажем так, можно успевать чего-то вкладываться в рекламу И платить юристам и везде-везде-везде То есть это нужны обороты В этом пространстве можно как-то развиваться? То есть существуют какие-то, не знаю, дополнительные обучения? То есть либо вот есть у нас порядок документов И достаточно вот этого всего? Конечно, обучения очень много Есть обучение по торгам Есть обучение, очень много всяких институтов сейчас появилось Также я тоже являюсь наставником Обучаю юристов, начинающих Людей, которые хотят зарабатывать в банкротстве В рамках банкротного клуба тоже будут проходить Такие интересные обучения Ну и, конечно, судебная практика И такой, скажем, оффлайн-формат общения С другими управляющими Чтобы юристами свой навык поднимать Потому что кто-то работает так Кто-то работает по-другому У орбитажного управляющего обязательно должен быть узкий сегмент Или он может быть разноплановым? И физлица, и юрлица Что для вас тут ближе? Я сейчас на данном этапе времени Занимаюсь именно банкротством физических лиц Юридические лица пока что как управляющие я не беру Но в будущем уже планирую заниматься и банкротством юридических лиц Здесь нужен немножечко командный подход, скажем так Потому что когда ты один, то уже смотря какое юридическое лицо Если много имущества есть, работники, есть кредиторы Есть какие-то займы, банки и так далее, и тому подобное То тут уже работать управляющему одному Без того же аудитора, оценщика, бухгалтеров Уже достаточно трудоемко и затратно, ресурсно Говоря о командной работе Можно подразумевать, что речь идет в том числе и о банкротном клубе? Конечно Ну что ж, остается не очень много времени До завершения нашей программы В заключении несколько слов Нашим зрителям, кто смотрит нас в эту минуту, пожалуйста Уважаемые коллеги Также жители нашего города Обращайтесь всегда К компетентным юристам Потому что это очень важно Понимать, как пролит вашу процедуру банкротства Ищите специалистов грамотных Которые готовы вас правильно и грамотно проконсультировать И, конечно же, обращайтесь в наш банкротный клуб Потому что у нас будет только качественная консультация И специалисты, которые действительно доводят дело до конца Спасибо большое за это конструктивное общение Я полагаю, что эта информация была действительно полезной Актуальной и нужной для всех тех, кто нас смотрел в эту минуту Это была программа диалоги Всего доброго Мы увидимся ровно через неделю До свидания Первый банкротный клуб в Самаре Законное избавление от долгов и кредитов Ассоциация специалистов по банкротству И управление банкротными активами Команда из более чем 70 специалистов Подберет необходимое решение о вашей ситуации Звоните Звонок бесплатный 8 800 600 0 916 Субтитры создавал DimaTorzok